Сегодня, счастье-то какое, мы не в Париже. Мы туда с вами отправляемся. Какая красота! Дорогие друзья, доброе утро! Я Дима ИзиАрт, и вы на моем YouTube-канале, на котором я рассказываю об искусстве и жизни в Париже. Сегодня, счастье-то какое, мы не в Париже, а находимся в столице региона Британии, в городе Рен. Сегодня мне, а также, если вы того захотите, и вам предстоит небольшое путешествие по двум французским регионам Британии и Нормандии, я решил сделать это не в одном влоге, а разделить это небольшое путешествие по дням, и в соответствии с этим получить три мини-вложика. Я, наверное, так их и назову, мини-влоги. Сегодня мы отправляемся в небольшую прогулку по столице региона Британь, по городу Рену. Никакого плана у меня нет. Будем слоняться по улицам, снимать прекрасные домики, которые вы видите на моем фоне, заходить в музей, кушать и поздно вечером отправляться в небольшой городок на берегу Северного моря, который называется Сан-Малюк. Не успели мы приехать в город, как, что нужно сделать? Правильно идти в музей. Музей изящных искусств города Рена на моем фоне. Это значит только одно, что мы туда с вами отправляемся. Визит в музей можно начать с посещения археологической части коллекции, в которую я не отправился. Ибо как устоять перед соблазном увидеть одну из богатейших коллекций во Франции, хранящей шедевры европейского искусства с 16 по 20 века. Например, новорожденный кисти Жоржа де Латура, крупнейшего караваджиста 17 века и мастера святотени. Безусловно, я не смогу показать в столь коротком видео все те картины, от которых мое сердце замерло. Но поверьте, их было очень много. Настолько везет, я не знаю, как по-другому сказать, что помимо того, что музей сегодня открыт первый день, плюс ко всему я чуть ли не первый посетитель, потому что, вы видите, я у музея без маски. Ну ладно, я ее сниму для видео, хотя на самом деле носить ее обязательность. Меня особенно поразила коллекция живописи и скульптуры рубежа 19-20 веков из собрания Музея изящных искусств города Рена. Здесь даже есть своя Монализа. Я не знал, что запросы, которые я буду посылать во Вселенную, будут реализовываться так быстро, потому что вот это полотное поле Гэггена натюрморт с апельсинами я в свое время видел на сайте Музея РС, потому что эта картина сейчас находится здесь, но тем не менее относится к коллекции Музея РС. И что я хочу сказать, так это то, что я не ожидал увидеть ее здесь. Ну и посмотрите на эту привилегию быть перед полотном Гюставо Кайбота, просто наедине с ней, практически единственному посетителю музея. Помимо личного знакомства с этим полотном Гюставо Кайбота, да что уж полотном почти что фотографии, только взгляните на эту композицию, я был очень рад встретить старых знакомых. Этот пейзаж Жоржа Лакомбо я видел несколько лет назад на временной выставке в Музее РС. И с тех пор он, его палитра, тонкие черты Японии мне часто вспоминались. В этом зале сразу становится понятно, что мы находимся в Британии, ведь головы женщин украшены кружевными чепчиками, неотъемлемым элементом народного костюма этого региона Франции. Любовь с первого взгляда у меня произошла с картиной бретонской легенды Иткара Максенце. В последнее время этот художник-символист меня очаровывает все больше и больше. Уже взял в библиотеке книгу, посвященную ему, обязательно поделюсь с вами его творчеством в моем инстаграме dima.ezyart. Ну и, конечно, визит музея не обошелся без посещения его книжного магазина. И на фоне я вижу какой-то собор, в который, мне кажется, нам предстоит зайти, потому что посмотрите, какая красота. Построенный между XVI и XVII веками и реконструированный в ходе XIX века, Ренский собор Сен-Пьер, другими словами, собор Става Петра, является одним из главных соборов региона Британии. Строгость линий как-то вот требует классицизм, богатство-убранство и размах этого сооружения не могут мне впечатлять. Уставшее лицо человека, который нагулялся по Рену, по столице, это Британия. Счастливые. Прежде чем я отправлюсь дальше, в городок Сан-Мальву, который находится на берегу Северного моря, небольшой отчет по городку Рен. Как вы видели, он совершенно небольшой. Посещение достоев музей этого города, несколько соборов, который я показал вам в этом видео. Конечно же, запутанные улочки, которые полны прекрасными зданиями со Средневековья. И это просто невозможная красота. И очень аутентично, очень передает настроение города того, каким он был когда-то. При этом город очень чистый, очень аккуратный. И ремонт в нем сделан, что уж говорить, хороший. Поэтому я бы не советовал вам приезжать сюда с ночевкой, но приехать на день, прогуляться, погулять по музею, увидеть центр города и дальше отправиться в путь, например, на море, обязательно стоит. Ну что, а теперь поехали к Сан-Малву. Я прибыл в отель сквозь дождь, сквозь тучи, срывающий с ног ветер, и я таки добрался. Сейчас буду отдыхать, после этого выдвигаться в центр города для того, чтобы поискать, где поужинать. И, собственно говоря, часть вторую этого мини-вложика вы посмотрите уже совсем скоро. И это будет история о том, как я провел свой день в Сан-Мару. Поэтому не переключайтесь, ставьте колокольчик, чтобы получить уведомления о том, когда видео следующее появится на канале. Конечно же, пишите комментарии и ставьте лайки. Я им всегда очень-очень буду рад. И до скорой встречи. Безу-безу из Сан-Мару, Центра Британии. Пока. Не зима, холода, одинокие дома. Вы бы видели страх, страх, когда я осознался. Это фиаско, братан. Никакого плана у меня нет. Я планирую небольшие мульфридсы. Это... Блин, каждый раз я забываю, как переводится мульфридсы, на французский. Это... В общем, я напишу снизу, потому что не идет в голову. Вы знаете, в России этого не ел, поэтому... Мидии. Вот, Мидии. Я вспомнил.